В Сокольниках московские школьники, их учителя и родители в преддверии Дня туризма пустились в большое путешествие. Мы ожидаем, что порядка двух тысяч ребят соберут здесь сейчас на площадке гайд-парка. Ну и для них будет создана определенная программа, которая будет включать квест-игру по парку. Будет какое-то такое очень легкое туристическое многоборье на разных станциях. Ну и, конечно же, будет много хороших призов и хорошее настроение. Такие встречи стали уже традиционными. На сцене, пока участники собираются, знакомятся, общаются, идет награждение самых активных путешественников. Мы были везде в Карелии зимой, в Карелии летом на велосипедах ребенок был, Крым и Краснодар. Там я нахожу своих друзей, я очень много своих друзей там нашла в походах. Всегда это для меня радость, когда я путешествую, я становлюсь счастливее. Я мечтаю покорить Северный полюс вместе с Матвеем Шпаром. После награждения всем участникам предлагается выбрать свой маршрут и отправиться на преодоление спортивных препятствий и решение интеллектуальных задач. Пытаемся узнать, как помочь человеку, который отморозил руку. Отлично. А вы уже когда-нибудь были в той ситуации, когда человек отморозил руку? Нет, пока были мы только летом в походе, так что руки никто не морозил. Хорошо. Ну а какие варианты ответа и какой выбираете вы? Ну, вряд ли ему нужно греть руку кипятком. И не обращать внимания на это тоже не стоит. Поместить человека в палатку, кутать руку, несколько слоев чисто теплой ткани и ждать. Мы выбираем такой ответ. После прохождения дистанции все участники получили подарки и сделали фото на память. Московский образовательный из Центра спортивных событий.